Глубоко уважаемые коллеги, сейчас еще слайды не очень хорошо видны, поэтому мы на период, когда будет текст, а не картинки, мы свет приглушим. Спасибо. Диффузные крупноклеточные лимфомы – это довольно большая группа опухолей, которые объединены этим термином и составляют примерно 35% до 40% всех нехошкинских лимфом взрослых. Соотношение мужчин и женщин примерно одинаковое, мужчин чуть больше. И средний возраст – это 60-65 лет. Поражения могут быть экстронодальными, надальными. Костный мозг поражается относительно нечасто, до 20%. И так как это гетерогенная болезнь, там клинических вариантов, которые могут быть, очень-очень много. Изучи, что такое диффузная крупноклеточная лимфома. А можете свет убрать? Вот этот. Видно, да? Что такое диффузная крупноклеточная лимфома? Это уже изучается полтора века. И ответ до конца не найден. До 70-х годов это был в основном описательный этап. То есть описывались клетки, описывалась морфологическая картина. И в дальнейшем делались попытки много десятков раз различных классификаций. С развитием представлений о том, что каждой клетке по ходу ее развития до зрелых форм от незрелых может и соответствует свой вид лимфомы. Отсюда возникли классификации Кильска и Люкса-Коллинза. Это уже связаны с физиологическими особенностями. С учетом физиологических особенностей классификации. Достижение в иммунологии привело к тому, что лимфомы стали разделять и по иммунологическим признакам. И, собственно, проиллюстрирую. Диффузные крупноклеточные лимфомы в классификациях ранних, описательных и иммунологических занимали 2 или 3 номинации. При этом, чтобы не путаться, в 1982 году в Америке сделали так называемую рабочую формулировку, которая позволяла с помощью переводчика из одной классификации в другую перевести с легкостью, чтобы классификации были сопоставимы. В 1994 году все диффузные крупноклеточные лимфомы в рамках РИЛ-классификации вот эти варианты совместили в один, назвав впервые это диффузными крупноклеточными лимфомами. Оговорившись, что, несмотря на то, что это название одно, но там наверняка будут по мере накопления знаний появляться отдельные нозологические формы. Естественным развитием РИЛ-классификации в 2001 году появилось предложение эксперта ФОС по диффузным крупноклеточным лимфомам. Собственно, классификацией последней по диффузным крупноклеточным лимфомам была кильская классификация. Там мы могли, морфологи, отнести то, что они обнаружили при исследовании лимфоузла или пораженного органа, к какому-то виду лимфомы. Начиная с РИЛ-классификации, это перечень. Перечень нозологии, который, да, расширяется, но тем не менее это лишь перечень. Здесь в 2001 году уже выделялись подтипы диффузных крупноклеточных лимфом, которые в дальнейшем превратятся в отдельные нозологии. 2008 год де-факто умножил, наверное, лучше сказать раза в три, количество отдельных заболеваний. Значит, подтипов стало больше, новые появились. Это лимфомы с особым видом течения. Это не только разница в морфологии, не только разница в локализации, но и разница в прогнозе и в ответе на терапию. А также лимфомы, которые ждут своего нового выделения новой нозологии. Вот этот список из восьми лимфом тут представлен. Но самое главное, что есть очень большая группа диффузных крупноклеточных лимфом без дополнительных указаний, где учтены морфологические варианты, где уже предлагается рассматривать молекулярные варианты, как минимум два. Ну а на основе возможности иммуногистохимии эти же молекулярные варианты ставить диагноз на основе иммуногистохимических критериев. Сложность в том, что молекулярные подгруппы разделить можно только если мы используем замороженный лимфоузел. То есть перезалитый в парафин узел это только иммуногистохимические варианты. Мы к этому вернемся, чтобы будет понятно, почему это так все непросто. Я коротко проиллюстрирую. Когда лимфоузел или иной пораженный орган удален, с этой лимфомой первым сталкивается патологоанатом. Что он видит? Вот это центробластная лимфома. Это крупные клетки, которые в 2-3 раза больше размера малого лимфоцита с крупным ядром. Это иллюстрация того, как CD20 молекула может распределяться до 100%. То, что морфологи пишут как интенсивная экспрессия. Это иммунобластная лимфома. Она весьма похожа на то, что субстратом опухоли являются тоже крупные клетки, которые морфологически похожи на плазмоциты. Но это иммунобласт. Это мультилобулярная клетка лимфома. Относится к группе центробластных. Здесь ядра многодольчатые, и это тоже диффузная крупноклеточная лимфома. Это анапластический вариант. Здесь все возможные виды клеток, какие только можно себе уродливые представить, это всё будет здесь, плюс массивное разрастание соединительной ткани. Я здесь все вот эти лимфомы показываю на одной картинке. С точки зрения реал-классификации это одно и то же. Для иллюстрации, лимфому, которую стали выделять относительно недавно, ну, меньше, около 20 лет, это беклетчатая лимфома с большим количеством Т-клеток гистиоцитов. Её раньше часто путали с лимфомой Ходжкина, потому что клетки очень похожи на клетки Ходжкина, которые часто встречаются. Это фон из CD-3 положительных клеток, нормальных лимфоцитов. Коричневая – это опухолевые клетки CD20+. То, что белым, это вот тот самый фон из Т-лимфоцитов. Вот это просто подробнее. Медиастинальная крупноклеточная лимфома тоже часто ранее путали с лимфомой Ходжкина, лимфогранулематозом, из-за своего внешнего вида. Это особый случай внутри сосудистой лимфомы. Вот сосуд, а внутри опухолевой клетки. При этой лимфоме нарушается возможность у клеток покидать сосуды. Поэтому в основном локализация будет внутрисосудистая с соответствующими осложнениями. Если диагнозы в основном ставятся в больше половины случаев посмертно. Вот подробно, что крупные клетки опухолевые. Значит, имеет ли значение выделение морфологических вариантов? Спор не закончен до сего дня. Для того наука не стоит на месте, шагнула вперед. И разделять молекулярные варианты диффузно-крупноклеточных лимфом есть предложение делать на основе иммуногистохимических реакций. Вот здесь представлен алгоритм ХАНС, на основе которого можно разделить вот эти самые лимфомы на лимфомы из клеток зародышевого центра и активированных Б-клеток, ну или не зародышевого центра, как называют. Прогностическая значимость по многим литературным данным следующая. Лимфомы из клеток зародышевого центра более благоприятны, из не зародышевого менее благоприятны. Поэтому разделять эти лимфомы на эти виды очень-очень рекомендуется. Существует еще несколько алгоритмов с использованием трех, четырех, пяти антигенов для того, чтобы разделять эти лимфомы на GCB и нон-GCB, зародышевого центра, не зародышевого центра. Их значение выше 90%. Здесь представлено соотношение по чувствительности и специфичности выделения этих лимфом. В общем-то, почти все за 90%. Поэтому есть уже предложение по ВОЗовской классификации, которое ожидается в 2016 году. Есть предложение о том, что использовать вот это разделение на основе иммуногистохимических данных обязательно и при учете терапии, не только для учета при терапии, но и использовать при формулировке диагнозов. Мы провели небольшое ретроспективное исследование, собрав материалы по пациентам, которые проходили лечение от пациентов с диффузными крупноклеточными лимфомами в областной больнице за 11 лет, с 1998 по 2008 год. Отобраны были больные те, у которых сохранился материал, блоки, с которых можно было повторно исследовать для того, чтобы определить в том числе иммуногистохимический вариант лимфомы. Значит, было 176 пациентов. Соотношение по возрасту, полу, как и у большинства исследователей. Поражение костного мозга было у меньшего количества пациентов, чем это в мире, 8%. И было отмечено, что сам факт поражения костного мозга является прогностически неблагоприятным признаком. Здесь распределение пациентов по группам риска на основании международного прогностического индекса, куда входит возраст ЛДГ, экстранодальное поражение, стадия. В общем-то, примерно соответствует, как это во всем мире. А вот здесь уже, тут есть особенности, здесь посчитана выживаемость пациентов, пятилетняя. Химиотерапия проводилась стандартно, это ЧОП-терапия или ЧОП-подобные схемы. Так как ретуксимаб реально в областной больнице появился с 2007 года, то в основном это пациенты были лечены и без ретуксимаба, а часть с ретуксимабом. Если обратить внимание на ситуацию ЧОП-терапии без ретуксимаба, то совершенно однозначно видно, что по мере того, как IPI растет, выживаемость падает. Здесь из-за малого количества пациентов такая небольшая девиация, но вот если посмотреть, вот эти вот две группы объединить, то здесь будет 38, это вполне укладывается в ожидаемый результат. Вот здесь соотношение того, как морфологические варианты и как они соответствуют иммуногистохимической классификации. Я просто сейчас вернусь назад и это проиллюстрирую. Одну вещь будет понятно. Значит, вот эти вот диффузные крупноклеточные лимфомы, они могут, вот эти варианты, которые отдельно выделяются там под типы, они же, эти варианты, могут быть морфологически центробластными, иммунобластными, и при этом они же могут быть из клеток герминального центра или из клеток герминального центра. Итак, вот все эти... Так, сейчас, секунду. Хотели обратить внимание на следующее, что иммунобластный вариант лимфомы, почти весь, на 95%, был составлен из клеток незародышевого центра. В части работ во всем мире отмечают, что иммунобластный вариант сам по себе прогностически менее благоприятный. Большинство работ современных говорит о том, что вариант из активированных Б-клеток наименее благоприятный. В части работ различных исследований вот это соотношение, сколько иммунобластных вариантов, сколько иммунобластный лимфом можно отнести к этой категории, вот у нас получилось 95%, то есть почти все. Анапластические варианты достоверно были из активированных Б-клеток. А вот неприятность для морфологов. Значит, центробластные варианты лимфомы – недостоверное различие. Ну, можно сказать, чуть больше лимфом из активированных Б-клеток. Эта строчка показывает, что отнесение лимфомы в центробластную, по морфологическим только вариантам, это все-таки еще искусство, а не ремесло. То есть очень большой процент занимает субъективизм в отнесении морфологического варианта. Мультилобулярный вариант один к одному, совершенно, казалось бы, что это должно быть вот здесь, это центробластный вариант, тем не менее это распределение, можно сказать, хаотических характерностей. Вот. Центробластный вариант в эпоху доритуксимаба совершенно однозначно показывает, что иммунобластный вариант хуже центробластного. Однозначно причем, это достоверное различие. Появление нового препарата нивелировало это различие, но видна тенденция, что все-таки иммунобластный вариант сам по себе хуже центробластного. Сходные результаты для лимфом из зародышевого центра и активированных Б-клеток. Появление ретуксимаба на малом количестве показывает, что разницы большой не было, но вот просто тенденцию можно оформить, что активированные Б-клетки хуже протекают. Вот. Собственно, подытожить. Прогностические факторы, клинические или морфологические, или иммунологические, или еще какие-то иные, они, на наш взгляд, не устаревают. И отмечать их и фиксировать нужно постоянно. Тем более, что в условиях, когда и все исследователи отмечают, что молекулярное типирование практически возможно только в крупных центрах, где есть для этого мощности и силы, вот, в больше, чем 90% центров молекулярное типирование, разделение лимфом на виды невозможно. Можно только рекомендовать иммуногистохимическое разделение, и на основе данных иммуногистохимического исследования делить эти лимфомы на варианты. Таким образом, то, что уже прошло полтора века изучения диффузных крупноклеточных лимфом, на самом деле мы еще, на наш взгляд, только в фазе накопления материалов. Сам факт того, что получилось за последние 20 лет, особенность, классифицирующим признаком стал ответ на терапию. Однако, мы видим, что значение, тем не менее, выделение морфологических, иммуногистохимических, клинических прогностических факторов и их участие для оценки того, как лечить пациента, вот их значение все еще остается. Благодарю за внимание. Спасибо большое. Какие-то вопросы у аудитории? Если нет вопросов, один вопрос. Вы, наверное, слышали, что видели, несколько недель назад вышла новая классификация ВОЗ, лимфопролиферативных заболеваний. Буквально несколько слов, что изменилось для слушателей. Спасибо. Стало хуже. А мы можем вернуться? Я буквально покажу. Ну, собственно, можно и возвращаться. Вот тот раздел, который был посвящен ВОЗовской классификации 2008 года, смело можно умножать на полтора. Значит, то есть количество номинаций увеличилось. Часть, часть, вот сейчас пример. Да. Значит, вот теперь вот это вот, вот это вот, иммуногистохимическое, просто настоятельно рекомендовано. Раньше это было рекомендовалось, теперь это обязательно. То есть иммуногистохимическое определение варианта из зародышевого центра, из зародышевого центра, предложено, надо делать обязательно. Отмечено, что вот хорошо бы это делать молекулярными методами, ну, это понятно, почти, ну, крайне сложно. Далее, вот лимфомы, появились новые подтипы или иначе названы те, которые были вот раньше, скажем, ассоциированы с Epstein-Barr вирусом, значит, лимфома, она уже не у пожилых, она уже и у молодых. Вот, и добавились несколько, то есть стало несколько шире, стал несколько шире перечень. Вот, я, единственное, что, то, что я видел, это не саму классификацию, я видел предложения, которые, значит, были вот весной этого года. Вот, но, в общем-то, все отмечают, что стало хуже по количеству. Да, спасибо большое. Спасибо.